Здравствуйте! Давайте мы с вами сегодня разберем задачку по теории вероятности. Задачка довольно простая, но почему-то многие не могут ее решить. Встречается во многих тестах. Итак, вот мы имеем с вами корзинки. В этой корзинке лежат у нас с вами 16 яблок. И из них три антоновки. И яблоки перекладывают в две другие корзинки, помельче. По 8 штук в каждую. И нам нужно найти вероятность того, что все три яблока антоновки попадут в первую корзину. Ну, надо сказать, что эту задачку лучше решать, начинать с чего. Мы сразу с вами решаем, что три яблока, чтобы выполнялось наше условие, уже мы сразу переложили в первую корзину. Тогда мы с вами будем выбирать, сколько яблок, чтобы положить в первую корзину. От 8 отнимаем 3. Получается, выбрать нам надо 5 яблок. Ну, мы с вами знаем, что яблоки можно выбирать каким способом? С из 13 по 5. Ну, что это такое? Это 13 факториал, деленное на 5 факториал и на скобочку 13 минус 5 факториал. Ну, давайте немножко упростим. Получим 13 факториал на 5 факториал и на 8 факториал. Ну, понятно, что таких корзинок 2, значит, в дальнейшем мы будем уже делить это дело на 2. Теперь давайте вспомним, что у нас корзины, да? Корзины 8 яблок должно быть, а у нас их 16. Значит, благоприятная была у нас первая строка, а сколько у нас может в общем получиться, да? В общем у нас получается С из 16 по 8. То есть из 16 яблок 8 должно оказаться в корзине. То есть мы получаем 16 факториал, деленное на 8 факториал и на 16 минус 8 факториал. Ну, естественно, можно упростить. Получаем 16 факториал на 8 факториал и еще раз на 8 факториал. Далее, корзины мы вспомним, что с вами 2. Поэтому 2С из 13 по 5 мы делим на С из 16 по 8. Ну, поскольку у нас с вами получили 2 дроби, то мы помним, что первая дробь без изменения, вторую мы с вами перевернем. Итак, 13 деленное на 5 факториал и на 8 факториал умножить на 8 факториал. 8 факториал и 16 факториал. Ну, теперь мы с вами 8 факториал зачеркиваем. Уже нам легче. 13 факториал мы уберем, а там где 16 мы напишем, что останется у нас 14, 15 и 16. Давайте посмотрим, что у нас останется. Останется у нас, да, еще можно сократить 5 факториал, да? А там где 8 факториал мы напишем 6, 7, 8. Ну, и понятно, что еще впереди стояла 2. Значит, я ее ставлю вперед, умножаю на 2. Итак, получаем 2 умножить на 6, умножить на 7, умножить на 8. Внизу 14 на 15 и на 16. 8 и 2, 16 зачеркнуть можем. Дальше 14 и 7 мы можем сократить. 6 тоже делится на 2, сокращаем. И 15 мы тоже сокращаем на 3. Получаем 1 пятую. Или 0,2. Подобным образом решаются все задачи. Иногда бывает задача в урне. 10 шаров красных и 2 зеленых. Раскладывают 2 другие урны. И выбирают количество, да? Доходит вероятность того, что берем из... Что все шары другого цвета попадают в первую урну. Ну и так далее. Такие подобные задачи решаются вот по такому образцу. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...